Это газовый пистолет. Чертежи я рисовала дома, у меня еще с собой нет. Он устроен так, что внутри стоят два провода, они идут к пьезоэлементу. Зачет нажатия, создается искра. Самодельный пистолет, камин, фонтан – лишь малая часть изобретения Николая Буримского. 12-летний мальчик увлекается техническим творчеством и разбирается в нем не хуже опытных инженеров. А еще недавно Коля не мог ходить. В 7 лет у него начались сильные боли в ногах и суставах. Единственным способом передвигаться была инвалидная коляска. Годы лечения и невероятных усилий. Я встану и буду ходить, сказал мальчик. Теперь он ходит, пусть и с костылями, и верит, что это не предел. Чтобы не унывать, занимается инженерией. Одно из самых полезных изобретений – вечный фонарик. Я разобрал DVD, вытащил за него ротор. Соединил его с транзистором и подключил через диодный мост. Все это дело подключил к неону. Если взять большего размера транзистор, было бы, конечно, лучше. Светило бы дольше и ярче. Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями проходит в 18-й раз. За эти годы праздник рос, и уже больше тысячи детей принимают в нем участие. Демонстрируют свои таланты. Делают игрушки, картины, поделки из тканей и бисера. Все эти дети особенные, и, конечно, им нужно уделять достаточно внимания и заботы, говорит первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. Коля Буримский произвел на него неизгладимое впечатление. Я думаю, что у него, конечно же, большое будущее, потому что немногие имеют такие золотые руки, такую голову, чтобы изобретать такие вещи. Я думаю, что его ждет впереди большая слава, как инженеры-изобретатели. В Самаре успешно действует программа «Мы разные, мы равные». Городские власти оказывают поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья. Делают ремонт в квартирах, дарят ноутбуки и поездки на море. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.